В своё время, когда Дон Кинг был в силе, когда он владел, вообще-то, считайте, половиной мирового бокса, у него в андеркарде были бои за звание чемпиона мира. Да, вот это типичный Артура Гатти, по пояс в крови, разбитый весь. Гатти, который никогда не понимал, что значит защита в боксе. Панели пропал, вот его тактика была. Вот что сделал Заб Джуда в бою против Карлса Балдамира перед боем. Изо всех сил врезал ему по бедру. В общем, весьма истеричный имал этот самый Заб Джуда и проиграл Балдамиру. Проиграл. Нервы это главный компонент в боксе, в боксерском бою. И так, Карлос Балдамир, Артура Гатти. 12 раундов боя. Бой в весе Велтер. Это полусредний вес. На категорию больше, чем у Кости Дзюбла. Я вот думаю, немного ли они пороху расходуют перед самым боем. Гатти и Макгирт. Это трагический для Гатти был бой против Лойда Мэйвезера. Вы знаете, эксперты уже, наверное, 10 раз списывали Гатти со счетов. Но толпа... Любители бокса, его поклонники никогда от него не отказывались. Это был тренер по физической подготовке у Артура Гатти, который говорил, что Гатти вполне может быть в этой весовой категории боксировать. Да, вот в предыдущих боях я плохо выглядел и плохо себя чувствовал. Все из-за того, что приходилось гонять вес. Да, все время беспокоились, как много можно съесть, сколько калорий и так далее. Да, три месяца длился вот этот лагерь, подготовка к этому бою у Артура Гатти. Да, интересно понаблюдать, как это все было. Можно вам сказать, что настоящий профессионал такие нагрузки выносит при подготовке, что, в общем, нормальному человеку покажется дикостью просто. Да, Гатти — это был панчер. Видите, что он творил со своим противником? Но вся подготовка, вся силовая подготовка, физическая подготовка — все было вокруг бокса. Все движения были направлены только на то, чтобы усилить то, что делает Гатти в бою. Да, раньше Артура Гатти действительно. Был не очень большой труженик, и ему больше нравились ночные клубы. Это Пэт Линч вносит свою лепту в рассказ о том, как Гатти готовился к этому бою. И вот нам говорят о том, что Артура Гатти сейчас далеко не тот боксер, каким он был 10 лет тому назад. Я более настроен, более сфокусирован, более уверен. Я посвящаю себя боксу в большей степени, говорит Гатти — это на самом деле так и есть. Знаете, вот он, Артура Гатти. Сейчас он пойдет к рингу. В который раз он проделает этот путь? С появлением в углу Артура Гатти Бадди Магирта, который решил совершенно изменить, перестроить этого бойца. Я уже говорил, что Артура Гатти раньше был просто яростный драчок и панчер с тяжелым, жесточайшим ударом. И для него самое главное было достать противника, неважно какой ценой. И все прекрасно понимали, что Артура Гатти, который большими потерями выигрывал тогда бои, на ринге долго не продержится. И может человек, которого разбивают в каждом бою, прежде чем ударят, долго прожить в ринге. И вот появился Бадди Магирт, который вот эту задачу воспринял как личный вызов. Задачу перестроить Гатти, сделать из рубаки, отчаянного рубаки, боксера. И он сделал, он добился этого. Да, есть боксеры лучше Гатти, без всякого сомнения. Дважды он проигрывал Айвену Робинсону. Тяжело проиграл в последний раз Флойду Мейвезеру. Когда-то проиграл нокаутом Энджелу Манфриди. В общем, хватало у него поражений. Но Гатти всегда возвращался. То, что Гатти устроил за свою жизнь в ринге, войдет в историю мирового бокса. И вот бой с Руэлосом. И вот трилогия знаменитая со своим закадычным другом Мэгги Вордом. Который после этого повесил перчатки на гвоздь. Да, это были эпохальные сражения. Сегодня будет что-то иное. Карлос Балдамир удивил очень многих. Балдамир это эдакий путешественник. Аргентинец. Эта страна мало что дала мировому боксу. Там, в общем, средний уровень. А бокса нормальный. Но аргентинцы никогда не обладали выдающимися качествами. Не были так велики и знаменитые в боксе, как в футболе, допустим. Но это крепкие рубаки. Физически сильные боксеры. Это вот просто характеристика любого аргентинского бойца. Возьмите там Марчелло Домингеса. Или же вот Карлоса Балдамир. Но когда Балдамир смог выиграть у Заба Джуды, вся Америка была в шоке. Джуда. Тот самый Джуда. Быстрый, взрывной, изворотливый, хлесткий боец. Он в этом бою думал только об одном. Как бы ударить Балдамира. В то время как Балдамир, который не отличается мощным ударом, но... Ну давайте посмотрим. Балдамиру 35 лет. Видите, Гатя на год моложе. Гатя чуть повыше ростом. Их вес. 147 фунтов или 66 килограмм. 670 грамм. До грамма. Это же чемпионский бой. Сами понимаете, там строго соблюдается весовой лимит. Так вот, как раз Балдамир, который победил Джуду, он победил его за счет того, чего, кстати, Бадди Магир боится. Он не боится ударов Балдамира. Он боится, что Балдамир измотает Гатя. Потому что это боец невероятно настойчивый, физически сильный. Который может держать темп и может измотать Гатти. Гатти быстрее, Гатти более взрывной. Но Балдамир опасен. И Магир, который, в общем, всегда серьезно относился к любым противникам Гатти, относится к аргентинцу очень серьезно. Это, друзья, бой за звание чемпиона мира. По версии WBC. Хуберт Мейн, Том Кочмарик и Джон Стюарт. Это три суди. И Вэйн Хэтпет. Рефери. И вот этот самый Хэтпет встретил полное непонимание со стороны штаба Балдамира, которые сказали, как может боец... Рефери, извините, который не имеет опыта серьезных боев, судить вот бой такого уровня. В общем, был маленький скандальчик. Перед этим боем. Что только придало остроты этой схватке. 40 побед, 31 победа нокаутом. 7 поражений у Артура Гатти. Да, Гатти был чемпионом мира в легком весе. Он был чемпионом мира в полусреднем весе. И самое главное, не то, каким он был чемпионом, а то, что он носит кличку «Гром», и это характеризует его в полной мере. Это гроза в ринге. Гроз Булдамир, 42 победы, 9 поражений, 6 ничьих, 12 побед нокаутом. Обратите внимание, 12 побед нокаутом. Очень мало. Карлус Ката Булдамир. Булдамир. Что-то сегодня будет, да. Что будет? Многие предрекают, что Булдамир постарается прессинговать с самого начала, измотать Гатти, отсекать его от свободного пространства. Раньше Гатти только подавали такую манеру противника. Я уже говорил, что его тактика тогда была пан или пропал. Сейчас Бадим Магир заставил его двигаться, действовать быстрым джебом. Гатти, кстати, ударить может. Он ведь, сами знаете, по натуре панчер. От этой дурной привычки, в кавычках, его пытался отучить Магирд. Если Гатти сорвется на рубку, ну там, конечно, что называется, бабушка надвое сказала, что будет. Булдамир относится несколько свысока к этому бою. Он сказал, что Гатти, да, Гатти, но от него осталось ровно половина, от того Гатти, каким он был раньше. Я его измотаю, я его заставлю сдаться, сказал он. Что может Булдамир? Сейчас мы посмотрим. Гатти пока что держит середину ринга. Задача ясна. Магирд, очевидно, поставил перед Гатти задачу не сокращать дистанцию, действовать издали, не давать сближаться и не входить в силовую борьбу с Булдамиром, потому что, повторяю, Булдамир физически очень сильный боец, он Гатти может просто в этой толкотне заломать, утомить его. Козыри Артура Гатти – это быстрота. Во-первых, достаточная жесткость в ударах. Проблема в том, чтобы попасть в Булдамир. Кроме того, Булдамир обладает, как многие говорят, гранитным подбородком. Его очень сложно отправить на пол. При этом, вот тот темп, который сейчас мы наблюдаем, он для Булдамира не характерен. Я думаю, что он разовьет, наверное, прибавит в темпе. он наносит огромное количество ударов за раунд. Столкновение. Что там? Что тут был виноват в этом столкновении головами? Думаю, обоюдно. Как ни старался МакГирд закрыть Гатте, заставить его ловко защищаться, это ему, в общем-то, не удалось. Конечно, из-за того, что он стал двигаться, из-за того, что он стал стараться боксировать, я бы сказал, стараться боксировать, он меньше стал пропускать. но все равно пропускает достаточно много. Вот это Балдамир. Это его манера. Он бесстрашно идет вперед, действует многоударно. Сейчас Бадим МакГирд покажет Гатте, какие ошибки он совершил. Он совершил то, что попытался действовать от каната. А это преимущество дает немедленно Балдамир. 2020. Балдамир. Прятен. Балдамир. 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 Гатти пошел опасно головой. Гатти ни в коем случае нельзя позволять противнику заводить себя, оттеснять канатом. Валдамир там не столько опасен, сколько просто очень много выгоды может приобрести. Поскольку он умеет наращивать комбинацию за комбинацией, не выпуская противника оттуда. Переходя в силовые вообще такие действия, толчки, захваты, борьбу, что тоже не на пользу Гатти идет. Поэтому думаю, что та задача, которую МакГирд поставил перед Гатти, она самая правильная. Дальние дистанции и быстрые атаки оттуда. Многие сочли, что если Балдамир выиграл уж такого бойца, как Заб Джуда, такого быстрого, изворотливого, то уж Гатти ему явно по зубам. Но не надо забывать, что Джуда тогда был совершенно не сфокусирован, не выполнял никаких установок тренера. Он старался ударить, больше ничего он не делал в том баге, за что и был наказан. Ну как вам это нравится? Конечно, неплохо бы Гатти разок попасть своим знаменитым левым крюком. Тогда, может быть, он охладит чуть-чуть натиск этот. Пока не удается. Потом, не забывайте, Гатти очень много сам пропускает. Вот, зачем-то стойку поменял. Ну, низко ударил Балдамир. Думаю, не намеренно, не специально. Конец раунда. А все пока что очень ровненько получается. Преимущества нет ни у кого. Преимущества нет ни у кого. Все свечи. Преим Спасибо за время с объемом доставки. Неbling. Преимущество крутой въ Arri, разарваться с правым для руках. Да, вот тут вот Гатти, что называется, хватанул этот удар справа. Тревожный звонок. Макгир говорит, что нужно атаковать в туловище. После джеба в голову в туловище. И не старайся, не старайся слишком уж так, не напрягайся, не всаживай удары, не вкладывай сильнее. Действуй быстрее. Да, а вот тут он старается, действительно старается, ребята, зря. Слишком заряжен. Слишком. Это его сковывает. Когда он что-то задумывает, он уже не обращает внимания на то, что делает противник в этот момент. Вот в чем причина многих таких поражений, уронов Артура Гатти. Пристрелялся Иргентинец, похоже. Как раз понимает, что Гатти раскрыт под правый удар. Ну и, конечно, он явно больше, чем Гатти. Это его весовая категория. Вообще-то он выглядит как средний вес. Гатти, я напоминаю, который начинал как полу-легковес. Его весовая категория легкая. Смотрите, удары Гатти не действуют на противника. Сейчас пропустил порог. Не моргнул глазом аргентинец. Ну что, пока рефери ведет себя достойно, мне кажется. Разговоры по... О! Низко ударил. Вот он должен был обратить внимание рефери сейчас на то, что Балдамир бьет уже второй раз ниже пояса. Видите, он может сыпать, вязать, удар за ударом. Балдамир. Тяжелые, тупые удары, не очень острые такие, взрывные. Но... Крепкий парень этот, аргентинец. Если Гатти настроится на такую, знаете, игру, что называется... Да. Вот тут это вот стихия Гатти. И Балдамир ему вступает. Прекрасная концовка этого раунда. Тот самый взрыв, которого ждали. М어, который еще раз и вышел в раунде. Столько, чем-то не уйти в раунде. Балдамир, ты заходишь в раунде. Балдамир бьет. Правда, не ваше дело. Не стой вон, как я. Балдамир бьет. А теперь после выращивания... Мой бой, мой бой, матери. Мой бой, мой бой, матчи, манаби. Бадимагир отругал Гатти за то, что тут стоит в короткой дистанции перед противником, не хочет, чтобы. Ну, посмотрите, вот вам, пожалуйста, размен, который Гатти не выгоден, причем у Балзамир есть очень неприятная манера, если он зацепился за противника, то он уже не отпустит. Там, где Гатти ограничивается двумя ударами, Балзамир всаживает четыре. Он может ударить и навстречу, и в атаке, и в ответ, и все это вяжет все эти комбинации между собой. Каждый раз проблема у Бадимагир одна и та же, лишь бы Гатти не сорвался на руку, потому что он эдакий реваншист, не может не ответить на пропущенный удар. Много промахов, которые, кстати, аргентинские совершенно не смущают. И вот тут мы видим интересную картину. Гатти не рассчитывает дистанцию, даже дальнюю. Гатти поджимает, и пока без толка. С появлением во главе своего тренерского штаба Бадимагирта, Гатти реже стал, между прочим, отправлять своих противников на пол. Многие связывают это не только с переменной тактики, которую навязал Гатти МакГирт, но и с тем, что Гатти все-таки переходит во все более тяжелые весовые категории. Там обстановка, конечно, меняется. Там тот арсенал, которым владел Гатти, когда был полулегковесом, уже не срабатывает так. Не выглядят его удары так грозно. Посмотрите, ну просто удивительно, как аргентинец, пропуская удары, реагирует. Не моргнув глаза, тут же переходит в контратаку. Гатти, вот, пожалуйста, вот это типичный Артура Гатти. Уже рассечение. Сколько их было за его парень? Все в порядке? В порядке, говорит Балдамир. Да, как раз вот та самая неприятность. Ожидает Артура Гатти, судя по установке тренера Балдамир. Правый кросс через руку. Балдамир. 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 Пятый раунд. Как быстро время бежит. Когда Гатти пытается боксировать, у него это получается. Но это не его стихи. Риски его стихи. Очень решительно действует аргентинец при атаках справа. Ну, Гатти на обострение вызвать его ничего не стоит. Его можно и спровоцировать. Валдамир в атаке. Смотрите, что творится. Да. Гатти есть Гатти. Чтобы он отказался от размена никогда в жизни. Чтобы там тренер не говорил. Вот это соревнование в крепости Подбородка. Думаю, Гатти проиграет. Много, очень много Гатти пропускает. И надо отдать должное Балдамиру. Он действует очень настойчиво. И практически не устает. Хорошая концовка для Гатти. Несколько ударов пропустил Балдамир. Зря он там демонстрирует. Уверенность в победе в этом раунде. Что нужно Гатти? Ему нужны попадания в этом бою. Их очень мало пока что. Гатти пропустил удар в висок и поплыл. Шестой раунд. Гатти начинает издалее. Гатти начинает издалее. Да. Что там случилось? Непонятно. Удар по предплечью. Видно, очень болезненный для Гатти. Что-то с рукой у него. Да, он постоянно ломает себе правую руку Гатти. И, кстати, Балдамир знает об этом. Он много раз говорил. Говорит, что мою голову расшибали руки многие. И Гатти будет не исключение. Я сделаю его одноруким в этом бою. И Гатти, видите, явно демонстрирует, что у него что-то не в порядке с правой рукой. Он теперь меняет стойку с тем, чтобы ударить слева. И Балдамир спокойно сейчас смещается, отходит, прекрасно понимая, что все. Гатти потерял свое преимущество при ударах справа. Слышите, публика ревет. Гатти, Гатти, как всегда. Нет, но Гатти не удается, до сих пор не удается попасть по цели. Да, невыразительный плохой раунд для Гатти. Видно, действительно, повредил он себе что-то. Ну, прав-прав, Бадди Макбин. Не старайся жестко ударить в голову. Жестко бей в туловище. Перевод на голову нужно в быстрых комбинациях действовать. Удар в туловище, сильный и быстрые удары на голову. Перенос, наверх. Гатти действует одиночными ударами пока что. Седьмой раунд и ситуация очень какая-то двойственная, прямо скажем. Но у Гатти нет преимущества в этом бою. Он пока что не сделал ничего без того, что от него ожидали. Слишком размашисто действует Гатти. С другой стороны пробить Балдамира легким ударом никак не удастся. Он не хлещет таким, что называется, серпом, как говорят поляки. Слева. И так похоже, что Гатти раунд отдает. Видно, что-то все-таки не в порядке у него с правой рукой. Не получается пока что та работа, которую требует Магирд от него. Вы знаете, это только, наверное, Роя Джонсу все-таки удавалось безболезненно переходить из категории в категорию. Помните, он был и средневесом, и супер средневесом, и полутяжем, и даже в тяжи он залез. Помните, его знаменитый бой с Руисом. А для большинства боксеров очень сложно, конечно, так вот переходить. С одной стороны удобно, казалось, для того же Гатти вес не гонять, не мучить себя, не обезвоживать свой организм. А с другой стороны все-таки видно, что он в этой весовой категории чувствует себя не очень удобно. Того превосходства в ударной мощи, которую он всегда обладал, в этом весе у него нет. А это, в общем, был конек, козырь Артура Гатти всегда. Бадеева все-таки чему-то научил. Заметели, сколько раз промазал в этом раунде Балдамир. Такой хороший, тактический, спокойный раунд. Бойцы даже поприветствовали друг друга после этого раунда. В общем, вот примерно то, что Магир требовал от Гатти всегда. В общем, Гатти всегда сложно перестраиваться, и то, что он в этом раунде показал, движение, джеб, правда, мало действий было, но он уже как бы настроен на то, что требует от него Магир, то есть движение и быстрая комбинация. Вот сначала получилось движение. Посмотрим, что будет здесь. Размашисто. Слишком уж. Валдамир предсказывал, что Гатти будет стоять перед ним, а это даст ему шансы. Нехорошо. Толкнул его Валдамир. Магать сам виноват, не надо было становиться так. Это было неплохо. Джеб навстречу, джеб на отходе. И чем больше промахов у аргентинца будет, тем лучше для Гатти. Уже ясно, что подавить его за счет мощных ударов не удастся Балдамиру. Значит, надо обыгрывать. Красиво. Вот что требуется. То, что Забджуда не мог сделать. В восьмом раунде, я думаю, если Гатти не пропустит и не сорвется на рубку, вот как раз то, чем его тренер Бадим Магир должен быть доволен. Гатти левша. Гатти правша. Прямо скажем, эпизод не в пользу Артура. Гатти был. Да, низко ударил, низко. Балдамир сам понял, сам, в общем, жалко ему стало. Противника извинился. И видно, что искренне. Это вообще-то не в стиле Артура Гатти, то, что требует Магир. Подходи, выбрасывай быструю комбинацию и смывайся оттуда. Уходи. Уходи. Ну, Артур Гатти, если уж зацепится за противника, ему уходить всегда не хочется оттуда. Девятый раунд. Гатти включает ноги. Балдамир теперь будет за ним гоняться. Вот молодец. Примерно то, что нужно было сделать, только Балдамир все равно догнал с ударами. Что это за цирковые трюки там Гатти демонстрирует, непонятно. Зачем он это делает? Я понимаю, если бы он явно выигрывал в этом бою, можно было бы подурачиться. Но на самом-то деле это не так. Но Балдамир, похоже, теряет уверенность. Но у Гатти стала появляться одна неприятная черта. С возрастом видно он все-таки теряет скорость, теряет координацию. И очень многие удары идут у него на большой амплитуде, на размашке. И поэтому он мало попадает. Одно дело, когда противник перед тобой стоит и можно до него достать. Видите? Зачем? Гатти было вот такую вещь делать. Ударил Балдамир справа, а выше изо рта Капу. Рефери мог бы и остановить бой. Я имею в виду, хоть прервать его. Ну и Гатти все в своем репертуаре. Будет пропускать, главное, чтобы попасть. И вот вам результат. Ох, как жаль. Будешь продолжать, спрашивает рефери. Будет, Гатти продолжать. Конец раунда. И все. И Балдамир сейчас будет добивать. И добивает. Какая жалость. Честно вам скажу, для меня жалость. Я понимаю, что тут исход этого боя не подлежит ни малейшему сомнению. Но всегда жалко, что гаснет звезда. Агатя был звездой. Он проиграл сейчас. И сочтите за грубость по своей глупости. Ну, кто, кто просил его останавливаться, стоять под ударом. Ему нельзя пропускать. После стольких жестоких боев, которые он провел за свою карьеру, стольких нокдаунов. Были и нокауты, когда он проиграл. В его возрасте. Ну, в общем, много чего тут можно говорить, друзья. Увы. Но Гатти воин. Это боец, который всегда рисковал. И в данном случае тут шло состязание не в том, у кого сильнее удар, а у кого крепче подбородок. Балдамир никогда не считался панчером. Но случилось то, чего больше всего опасался Макгир. Количество ударов, пропущенных от Гатти, приведет, может привести, как он считал, к поражению. Вот вам и пожалуйста. Это самое произошло. Балдамир становится чемпионом мира. Да, друзья, поистине, по приветствиям Артура Гатти, который столько лет заставлял на такое колоссальное удовольствие, держал нас в напряжении. Итак, Карлос Балдамир, чемпион мира. Чемпион мира, который не вызывает восторга у этой публики, которая находится в зале. И понятно, почему. Заходит, закатывается звезда Артура Гатти, одного из самых ярких, ярчайших бойцов 20-го столетия. Увы, звезды гаснут. На этом, друзья, на этой грустной ноте я должен с вами попрощаться, пожелать вам всего доброго. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова